Привет! Добро пожаловать ко мне на влог! Мы с вами идем отправлять посылки. У меня вот такой вот большущий здесь бауш. И еще пакет. Это новая почта и Укрпочта. Сейчас отправлю, потом мне нужно пойти в стоковый магазин. Мне одна подписчица написала о том, что недалеко здесь, в моем райончике, открылся магазин стоковый, чтобы я заглянула, посмотрела и сказала свои впечатления. В общем, я хочу туда заглянуть. Потом у меня дела есть на поселке. Оттуда меня Сережа заберет. И мы съездим в Ашар. Я там ни разу не была. Как раз нам нужны продукты. Поэтому поедем, наверное, там скупимся. И если получится, еще на море съездим. Хотя бы на пару часиков, потому что сегодня жара невыносимая. Сейчас 9 утра. Я не знаю уже сколько градусов. Очень жарко. Как раз Давид проснется. Может быть, Сережа его возьмет. Не может быть, а точно он его возьмет с собой. И мы поедем на пару часиков на море. Мы с Евочкой завтра поедем на море. С Евой отдельно, с Давидом отдельно. Потому что вместе не получаются. Нашла такую разлетайку. У меня такие уже были здесь 50% шелка. 50% вискозы. Подкладка вискозная. Это такой пейсли рисунок. Симпатичная, очень легкая. Прям очень. Классная. Возьму ее, пожалуй. Она стоит 130 гривен. Я ее возьму. Классная. И смотрите, что. Вот это вот надо еще померить. Томми. Рубашка. Лениная. Оригинал. И смотрите, что нашла. Ой, даже не знаю. Мне ни разу не встречалась с Амиссони. Я не знаю, оригинал или нет. Судя по бирке, по шрифту. Вроде очень похоже на оригинал. Это обычный топ. Он такой трикотажный. Амбре светлый. Сверху более темный внизу. Конечно, сильно мятый. Сейчас посмотрю вот эту бирку. Она такая, знаете, как немного прорезиненная. Девочки, кто занимается, кто встречался с этим брендом, скажите, оригинал или нет. Здесь 68 льна. 29 хлопка, 3 ласта. Надо хорошенечко постирать, отпарить. Интересные. Ну вот не знаю, брать или не брать. Что скажете. И вот эта блуза. Но я ее точно брать не буду. Просто вам хотела показать. Я на 100% убеждена, что это шоу. Посмотрите, здесь такой отлив красивый. Это очень красивая ткань. Здесь такие рукава. Но здесь нет ни одного опознавательного знака. И, скорее всего, это самопал. Шито вручную, скорее всего. Кустарно выполнено. Только испортили ткань. По сути. Вот видите, здесь как конкретный самопал. Здесь бирок нет, ничего. Но ткань очень красивая. Прям очень. Вот такая вот. Сидит неплохо. Я ее примеряю. Сейчас примерю вам. Скажу. Вот такая вот. Видите, она рукава разлетайкой. Здесь еще дополнительная ткань. Прома. Все закрыто. Интересно, я бы ее носила с какой-то юбкой-карандашлем. С брюками на высокой посадке. Ткань, видно вам или нет, она очень переливается. Прям очень. Красивая. Еще вот такая футболка простая от Марка Пола. Это оригинал. Но она, девочки, как тряпочка. Вот прям как тряпочка. Они такие футболки. Слишком она мягкая. Она бесформенная. Не держит форму. Не структурированная. Некомфортно. В ней ее надеваешь. Она все твои рельефы показывает. В общем, такие футболки совсем неудачные. Несмотря на то, что Марка Пола, я не буду ее брать. У нее уже все растрепаны. Вот такие вот бермуды. Докерс фирма. Вот они вот такие. Я их, пожалуй, возьму. Наверное, они с защипами. Классические бермуды. Как раз у меня девочки просили побольше размер. Чуть-чуть больше. И они хорошей длины. Такой, прям как бермуды должны быть. Классные. Брюки, увы. Не знаю даже брать их, не брать. Они недорого стоят. 110 гривен. Тут есть защипы. Вот так вот они выглядят. Не помню, какой размер. Бренд, увы. Чуть-чуть зауженные книзу. Не знаю, хлопковые. Мне бы хотелось, чтобы посадка была чуть повыше, чем она есть. Потому что посадка до кубка. Не знаю, что скажете. Пожалуй, нет. Вот, получается, я возьму только шорты. Третьи миссони под вопросом. А вот это все не буду брать. А, здесь вот как раз еще такая блузочка. По составу. Хороший состав, но она никакая. Сидит никак. Хотя, такой красивый цвет, веселенький. Она слишком обтягивает. Сейчас скажу вам. Состав. 75 хлопка, 25 шелка. Такая бренд One Step. Ну, какая-то старомодная, мне кажется. Все, нашла я этот, наконец, магазин. Он называется Белый Ёж. Вот, он как раз, как бы вам показать. Белый Ёж. Это район дома мебели для тех, кто из Одессы. И давайте посмотрим, что же здесь есть. Здесь еще система скидок какая-то. Каждые 10 дней скидки. 40 евро ее цена изначальная. Это ромпер. 17 евро оценили. Уценили. И 240 гривен у нас здесь стоит. Обычный ромпер. Это полиэстер. Коротенькая платьица в белевом стиле. 420 гривен. Что-то как-то. Это полиэстер. Первую натуральную вещь нашла. Томас. Томас Дин. Хлопковая рубашка. 460 гривен стоит. То есть обычная хлопковая. Но только здесь рукавчики такие интересные. Хотите прикол? Вот такая вот штука от Данскин. Это, естественно, полиэстер. В магазине новая. Она стоила 12,96 долларов. Здесь ее оценили. Кожа стоковая магазина. 300 гривен. Я буду измерать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, что он стоит? 84 доллара он стоит в магазине. А здесь он стоит, по-моему, 300 гривен. 450 гривен. Здесь классные костюмы детские. Жаль, недовидного размера. По 180 гривен. Для садика, знаете, такие? Для всяких разных утренников. Это что? Цыпленок, что ли? Какой-то цветочек. 180. Здесь есть дракончик. Такой вот дракончик. В общем, такой пузатый. Классный. Кто это? Какой-то... Это мультяшный какой-то герой. Зебра. Обезьянка. Божья коровка. Классный. Детские купальники. Вот на девочку. Картерс купальник. Ой, так неудобно. Не вижу ценник. Здесь он стоит 240 гривен. Но, девчонки, можно на сейлах за эту же цену покупать. Бестгальтер бесшовный. 90 гривен. Ну, конечно, здесь есть смысл брать такие вещи. А фирма... Я не вижу, что это за фирма. Они все поднимаются. Вообще мягенький какой-то. Главное, чтобы это не было не полиэстер, а нейлон из пандекс. Фирма, вот она, называется. Само... 1600. Такие адики. 1600 здесь. Вот эти брюки заслуживают внимания. Они актуальные модели. Фирма мне неизвестна. Стоят они здесь 420 гривен. И они шерстяные. Сейчас где-то бирка здесь была. Причем бирка такая необычная. Вот они. 100% шерсть. Они классные. Но 420 гривен как-то, мне кажется, дороговато. И вот эти шерстяные. Вот видите. Сколько они стоят? Тоже 420. Тоже с защипами. Эти застегиваются сбоку. Эти застегиваются спереди. Нашла брюки Томми. Томми. Я не понимаю. Это на правую сторону застегиваются. Получается, что они мужские. Но на какого-то подростка. Как раз на меня, мне кажется. Да. 15-18 лет. 220 гривен. Вот у мальчика надеть. Как раз в школу. Мне кажется, прикольные такие брючки. Для тех, кто брезгует секундом. Здесь еще можно их подтянуть. Здесь. Вот они стоили в магазине 42,5 доллара. Встретчеваю. Здесь их размерный ряд. Довольно много. Лего. 60 гривен. Вот такое лего. Потому что здесь еще есть какие-то такие лего штуки. Мы еще до этого не доросли. Вот этот. 205 гривен стоит. Такое еще. Звездные войны. Такая сумка пельмень. Это типа нарядная. 450 гривен. Сумка. Хоробочка. Единорожная такая. Здесь такой отдел с всякими бытовыми товарами. И химии. Краски. И не знаю. Девчонки цены на краски. Вот. 61 гривна. Палет. Калорэксперт. Шварцкоп. 85. Я не знаю. Сравнивайте. В общем, девчонки цены. Потому что я вообще как-то не ориентируюсь. Дорого, дешево. Что это? Шарики. Копковые. Краска для мужчин. Кстати, я еще ни разу не видела такое. А цвет какой. Real Black. Слушайте, может меня купить? Я как раз ухожу с черного. Хочу натуральный черт. Чем же он отличается для бутылочки? Вот такие видавшие виды. Я так полагаю, что тут надо сроки проверять тщательно. Детские. Ну, детские точно. Стремно здесь брать. Кажется, они уже сто лет как просроченные. 200 гривен. Такой дозатор прикольный для мыла. Между прочим, диспенсер. Он, по-моему, с мылами идет вместе. Батарейками и с наклейками даже. Классный. Апфетки детские. 60 штук. 42 гривена. Так же, как и у нас. 119 гривен персил. Какой объем. 1,8 литров. Такой мир. Какой-то мир. Силан 88. Так же, как и у нас. Это что-то. Освежитель, что ли, такой? Здесь какая-то пропитанная штука. Типа фетра. Похоже, освежитель. Такой в таком формате. Здесь, в общем, здесь, в общем. Спасибо. Поехали. Так. Спасибо. Спасибо. До свидания. Интересные. Вот эти тоже ничего, такие вот для тех, у кого не круглое лицо, как у меня, у меня вообще противопоказаны круглые сережки, а вот для продолговатого лица вообще супер. Вот так, и вот. Спасибо. 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 К примеру полотенце, что-то в этом роде, потому что это новое. А по бытовой химии все сроки затерты, и вообще не понятно сколько лет этому средству. Кремовые текстуры, если брать уход, я бы никогда не взяла в таких магазинах, потому что они не зафольгированы, некоторые открыты, некоторые деформированы, проще дана упаковка. В общем это все не про меня история. Если бы были какие-то там, к примеру, палетки от Catrice, От известных марок Кайли, к примеру, я бы попробовала Сравнила с тем, что продается у нас Урбан, Дикей, если было что-то подобное Но ничего, какие-то неизвестные марки польские Я думала, хоть пару сережек приобрету Но сережки тоже меня не впечатлили Были одни такие классные Они объемные, но они тяжелые Я боялась, что мне просто мочку порвет от них В общем, я вам, короче, все показала Я все-таки выбираю Second Fan Так, девочки, показываю продуктовую закупку Были на поселке, заехали в Ашан Честно говоря, я никогда не была в Ашане в Одессе И решила взять, попробовать их продукты Именно их линию, как она называется Кожен день Попробовать, что они производят Потому что действительно никогда не была И не пробовала Взяла вот такие штуки от Start Это сухой завтрак с скелетами Это у нас тема у Давида Такая скелеты, черепа и прочие Всякие косточки Он это очень любит Взяла такой хребет Это семга, что ли? Да, это хребет семги Сережа любит это к пиву Потом кефир однопроцентный Вот как раз вот их марка Я не знаю даже Посмотрим, попробуем, посмотрим Еще муку взяла 2 килограмма Вот такие вафельные рулетики Показываю все то, что никогда не пробовала Поэтому не могу сказать вкусно-невкусно Вот такие вот рулетики Нежные и хрустящие С топленым молоком Потом взяла Ну вот это пробовала, конечно Мясную приправу Вот такое мороженое Монако Это что-то новенькое Никогда раньше не видела Здесь маленький объем 70 грамм Ну вот такой вот интересный формат Шановский йогурт По-моему это йогурт С ванилью Такое вот Потом взяла десерт Творожный Яблоко-корица Это зла Года делает Они неплохие, вкусненькие Вот такую кашку взяла Это гречневая Потом колбаску Салями коньячную Такой майонез Взяла ряженку селянскую Другой там, кстати, не было Ну была кожан день Но у меня Ева такая привредливая К ряженке Поэтому я беру только проверенное Просто черный перец Так Потом взяла приправу для курицы Вот такую взяла Так Вот такие Никогда не пробовала Здесь 6 штук И потому что тоже никогда не пробовала Вот такой лаваш Но лаваш не простой А черненький Не знаю Наверное уголь активированный добавляют Вроде бы Что здесь пишут? А нет Это чернила каракатицы Даже Девчонки Представляете Ну вроде бы неплохой состав Посмотрим Знаю, что это такое В общем Кисломолочка какая-то Так Соль Взяла вот такую Печенюгу Еще вот такие печенья Овсяные Сыр Голландский Потом Такую шоколадку Давиду Я ему даю Дозированно Прям совсем Совсем По чуть-чуть Потому что Слишком много шоколада В нашей жизни Взяла вот такое печенье Сдобное Голиция Потом Крупы Что там Ячневая крупа Гречка Рис пропаренный Кукурузная крупа Манная крупа Молоко Ультра Пастеризованное Потому что Ехать было далеко И я не стала рисковать Брать обычное молоко Да и вообще Иногда такое бывает Когда фермерское молоко Привозят Нам обычно Те кто смотрит меня Постоянно Уже говорила о том Что нам привозят Фермерское молоко Но иногда Вот я его варю И к вечеру Оно уже все Прокисает Поэтому Мне очень надо Чтобы у меня в холодильнике Лежало именно Такое ультра Пастеризованное На случай Если вдруг Под рукой Не окажется Свежего молока Взяла Попробовать Вот такой кофе Это Ошановский кофе На 100 чашек И для кофемашин Тоже подходит Никогда не пробовала Попробую Здесь видны зерна Вроде бы Они такие Одинаковые Хорошо прожаренные Посмотрим Это то Что они выпекают Французский По-моему Он называется Так Взяла 4 сока Яблочные Мюшку Еще Вот еще Такие печеньки Персики Но там Честно говоря Фрукты Овощи Совсем Прям Г Полное Вообще Ничего выбрать Я крутилась Возле той Ожевики Не стала Рисковать Конфетки Вот такие Свит Тревел Вот печенюги Опять же Пиратская тематика Контик Закос Такой Под Орео Не пробовали Еще эти Контики Предыдущем Формате У них Обновленная Версия Предыдущем Формате Прям Конкретный Пластилин Может это Будет Получше Не знаю Сгущённое Молоко Взяла Смотрю Читаю Вроде бы Прям Молоко А не Молокосодержащий Продукт Вот такие Вот Соки Такие Вот С единорожкой Вафли Артек Сосиски Взяла Руденьки От Глобино Сырочек Еще кусок Что это у нас Тоже Голландский И Водичку Взяла Давиду И сейчас Все это Дело Разложу И покажу Вам Непродуктовую Покупку Еще в пакете Завалялся кусочек Брынза И селедка Так Из непродуктовых Взяла Сережа Такой гель для душа Здесь смотрю Шампунь И гель для душа И еще даже Тоник Какой-то Не знаю Но я его взяла В качестве геля Аромат Прям ядреный Ментол Или мята Не могу понять Что-то очень такое Свежее Ядреное Евочке взяла Это Космия Новая взяла Опять же Новиночка Для меня Евке взяла Такой вот Что это Шампунь Просто шампунь Да Это персик Очень вкусно пахнет Действительно Персиком пахнет Завала Такие салфетки 100 штук Косметические Омыватель Для машины Польтуалетная бумага Влажная Сережа себе Что он здесь взял Удалитель Следов Насекомых Вот такие Салфетки Для машины Антисептические Салфетки Для рук Нашла Наконец-то Вот этот Босс В жидком виде Взяла Его Сразу Надо было Несколько штук Фатай Для цветных вещей Вот этот Пятновый водитель Девчонки Очень классно Справляется Вообще Работает Все пятна Которые я им Очищала Очистились Так что Прям рекомендую Такой вот Босс Если увидеть Именно в жидком виде Взяла Такие маски Это я так понимаю Ашановские маски Маска Пленка Золотая Вроде бы Пленка Попробую Взяла Две Одинаковых Там Других Особо Не было Именно этой Я просто Хотела Именно Ашановские Маски Попробовать Так Взяла Вот такие Губки Скотч На разовые Перчатки Пахучку В машину И вот Такой Ароматизатор С лавандой 50 мл С палочками Который Не знаю Пахнет Не пахнет Пять палочек В комплекте Я смотрела Вот там Кстати Нужно смотреть Чтобы палочки Были в наличии Потому что Из всех Представленных Это у нас Аромади Роджито Из всех Представленных Только в одной Упаковке Были палочки Воруют палки Что ли Либо они выпадают Вот отсюда Скорее всего Выпадают отсюда Вот здесь видно Что у меня даже Тоже не пять А четыре